Пока Путин разъезжает, обещает что-то, Зеленский заявил, что Украина будет бессрочно удерживать занятые в августе территории Курской области, чтобы таким образом заставить Путина быстрее сесть за стол переговоров. На фоне всего этого пишут в Ливаде-центре, что вторжение украинской армии в Курскую область, который продолжается уже четвертую неделю, вопреки обещаниям генералам, заметно повысила беспокойность российских граждан угрозой новой мобилизации. Как думаете, есть уже по состоянию на сегодня, скажем так, месяц, как российская армия ничего не может сделать с войсками Украины на территории России? Есть ли единое решение, что делать? Созывать людей, мобилизацию или пока еще всех это все устраивает? Митингов, в общем, нету, да, есть там отдельные люди, которые на видео рассказывают, что их Путин бросил, но, скажем так, наверное, эта область не повлияла на общую картину всей России. Это была история с Курском, это история такая, больше все-таки даже не военная, а история пиара. Да, это история пропаганды, это история воздействия на людей. Причем воздействие, прежде всего, кстати, в Украине. То есть это очень положительная вещь, потому что Украина первый раз показала, что она может в Российской Федерации наступать, продвигаться, захватывать территорию, примерно даже большую по объему, чем вся та, которую она потеряла в течение этого года на Восточном фронте. Вот, и это самое главное решение было. И плюс значение этого продвигления было геополитическое, то есть это воздействие на западных партнеров, для того, чтобы показать, что никаких красных линий из Российской Федерации нет на самом деле, и что можно зайти на ее территорию, она делать ничего не будет, потому что она все свои силы сконцентрировала в любом случае на востоке Украины. Но проблема заключается в том, что когда заходишь на чужую территорию, то нельзя далеко идти в глубь этой территории, потому что нужно с собой вести логистику. Когда вы продвигаете фронт, нужно продвигать тыл. И поэтому Украина не может на самом деле сказать себе, допустим, давайте мы захватим всю Курскую область, потому что тогда надо бросать туда не 10 тысяч человек, как сейчас, не 12 или 14 тысяч человек, как сейчас, а тогда надо бросать туда 120 тысяч. А 120 тысяч, это значит, надо снимать все войска с западной границы с Белоруссией, или даже снимать половину войск с Восточного Крыма. И это, соответственно, реально невозможно. А если это невозможно, значит, практически получается так, что Украина захватила то, что захватила, она может еще немножко продвинуться даже не вглубь, а скорее всего в стороны, то есть, так сказать, вдоль своей границы, там есть возможности и в сторону Белгорода продвинуться, Белгородской области, и в сторону Брянской области, и создать такой небольшой анклав. Но для Путина и для военных, военные Путину объяснили, что, в общем, дальше Украины будет проблем просто с логистикой вот для тех частей, которые находятся на этой территории. И поэтому с военной точки зрения она продвигаться дальше не будет. А если она не будет дальше продвигаться, то что заморачиваться, так сказать, ну поставили, значит, вот собрали там сейчас вроде бы там 1030 по другую сторону, которые не дают украинским войскам дальше куда-то продвигаться. А дальше, строго говоря, россияне для себя говорят, это будет такая же история, как с Херцоном, только зеркально. Да, потому что вот украинские войска тогда что сделали? Они просто порушили мосты, и россиянам пришлось уйти, потому что логистика была нарушена. И вот они-то точно так же говорят, что, ну, украинцы типа сами уйдутся со временем, потому что просто им фиксировать какое-то количество войск, когда им не хватает войск на Востоке, нет смысла с военной точки зрения. А на самих этих территориях там нет достаточно, как бы там нет ни одного крупного города. То есть там, ну, есть два районных центра, ну, сколько районных центров, там 20 тысяч человек проживает, там 10 тысяч человек проживает. Вот, то есть, в принципе, стратегически там, кроме вот этой в судже станции перегонки газа, вообще ничего нет. Другое дело, что стратегически была бы еще там Курская АЭС, ну, понятно, что Курскую АЭС, если там захватывать, то это совсем другая история. Вот, и там на самом деле опасно, и так далее. И она, в общем, не так близко находится, она все-таки в 80 километрах от границы или от того места, даже больше немножко, где находятся сейчас украинские войска. И поэтому получается, что Путин, я сказал, ну, вот курчане не выходят на эти самые, на манифестации. Те, кто оттуда уехал, ну, их распределили уже, все, их разбросали там по разным областям, поэтому как бы все это недовольство ушло куда-то в песок в разные области. И поэтому мы этим будем заниматься, но в вялом порядке. А сами, на самом деле, будем давить сейчас на Покровск и на Востоке, где у нас явно совершенно есть превосходство в силах и средствах. Вот, а украинской стороне не хватает просто даже вооружения для того, чтобы остановить это наступление в Российской Федерации. И она просто надеется на то, что у России кончатся силы и средства. По поводу детей Путина Центр-досье нашел сыновей Путина и Кабаевой, и, как оказывается, они не покидают президентских резиденций и живут по документам прикрытия. Пишут, что старший сын Иван, который родился в 15-м году в Швейцарии, младший Владимир в 19-м году в Москве, об этом раньше также сообщала к слову швейцарская газета, пишут, что на детей Путина оформили документы прикрытия, которые обычно делают для разведчиков, и для людей под госзащитой, пишут досье. Их также нельзя найти в государственных базах данных, а даты рождения мальчиков знают только ближайшие родственники. Сергей, вот странно, да, почему не за границей дети, как это привыкли делать все российские чиновники? Неужели сегодня на детей Путина также может идти охота, скажем так? Ну, во-первых, никто не знает, что это дети Путина. Это все версии, это все догадки, это все измышления журналистские, которые, значит, так сказать, отпускаются в сеть. Я вообще считаю давным-давно, это моя позиция, что Кабаева – это никакая не любовница Путина, потому что мы ни разу их не видели вместе, мы ни разу не видели никаких семейных фотографий, мы не видели никогда Путина, приезжающего в Швейцарию на роды Кабаевой, мы не видели Путина, играющего с этими детьми. Это все алиби Путину, потому что Путин слишком долго ездил публично с голым торсом, с Шойгу, Тайгу, вместо того, чтобы ездить с Кабаевой и своими потенциальными детьми. Больше того, он развелся 11 лет тому назад и до сих пор почему-то не женился на этой Кабаевой и не усыновил этих своих, официально своих, якобы детей существующих. Поэтому для меня этот разговор ни о чем. И тем более, что, вот если вы внимательно прочитаете эту публикацию, она говорит, что дети Путина мы нашли, но на самом деле мы не знаем их фамилий, мы не знаем их адресов, потому что они все как шпионы зашифрованы. Что на самом деле, кстати, противоречит той же самой базе, которую нашли, потому что вся остальная семья Путина абсолютно под своими фамилиями существует в этой базе. Существует очередная Людмила Очередная, существуют дочки Путина, которых тоже нашли в этой базе, все нашли, куда они летают, где они летают и так далее. То есть на самом деле, если бы такая логика работала, тогда надо было всех бы зашифровать. И тогда всем, как шпионам, надо было давать тогда адреса, эти самые паспорта на вымышленные фамилии. Но на самом деле, ни у кого из семьи Путина нет никаких вымышленных адресов, паспортов на вымышленные фамилии. Так что это, конечно, просто публикация пиарная, тоже для конкретного средства массовой информации, которое хочет сделать такой, значит, журналистский код яркий, чтобы его там прочитали много, чтобы его процитировали, чтобы мы с вами по этому поводу поговорили. Для меня это разговор ни о чем. Ну и в завершении разговора появилась информация от властей Москвы, что день города в Москве 7-8 сентября пройдет без фейерверков. Что случилось, почему? Неужели бояться каких-то последствий или напугать людей? Как-то очень странно. Но ведь же день города не каждый день. Нет, ну здесь, кстати, все понятно, потому что действительно фейерверки у людей, которые понимают, что к ним уже прилетают беспилотники по Кремлю, могут вызвать, в общем, неприятные какие-то ассоциации. И это, кстати, уже не первый раз вы видели, что, допустим, там военно-морского флота в Севастополе не проводился вообще. И там отменялся во многих городах, отменялись праздники во многих городах. Кстати, вот где-то недавно тоже должен был проходить день города, который просто отменили. Вот, по-моему, где-то, он поможет не в Курске, потому что, ну, в общем, какой день города, если у вас там на территории области летают беспилотники, ракеты и войска украинские находятся. Вот, поэтому это, кстати, логика нормальная. Плюс мэрия тебе говорит, ну, отлично, мы сэкономим еще деньги на этот фейерверк. Правда, люди, которые организуют этот фейерверк, они были очень недовольны, потому что им-то надо было бы распилить бюджеты города. Вот, то есть они потеряли там деньги, ну, может, он там что-то там компенсирует. Вот, ну, здесь все нормально. Тем более, что нет какой-то круглой даты, да, если было бы там, я не знаю, там было бы 850-летие Москвы и там 900-летие Москвы, тогда бы они, может, там что-нибудь там и сделали. Вот, а поскольку это проходная такая дата, то, в общем, здесь не стоит, по-моему, искать слишком большого объяснения, потому что, в общем, все понятно, что в такой обстановке праздновать торжественно день города, может быть, и не стоит. Субтитры сделал DimaTorzok